Привет, солнышко! Это Олис. Озвучка манги. Мой вампир по контракту. С первой по двадцать третью главушку. Ссылочка на переводчиков будет в описании. Это... Я была так взволнована из-за слов моей подруги. Ты хочешь устроиться домработницей? Там высокая заработная плата. Это одна из вещей, о которых я сожалею. Я так нервничаю. Но я уже получила аванс. Зарплата очень высокая, а хозяин просто супер. Хотя он немного странный. Но я же знаю, что тебе нужны деньги. Мои родители погибли в результате несчастного случая, когда я была еще маленькой. Когда мне было грустно. Моя подруга всегда меня успокаивала. Ее зовут Цзэхуэго. Это она нашла мне эту работу. Может быть, он джентльмен. Воображает. Выпьем за твои звездные глаза. Все будет хорошо. Я домработница. Заходи. Вот это да, его лицо. Такая уродина. Забудь ты, что я недавно сказала. Элень Сирен. Такое простое. Я не думаю, что нам нужно называть друг друга по имени. Вот некоторые вопросы, достойные внимания в твоей работе. Я надеюсь, что ты будешь упорно работать, чтобы отработать деньги, которые я плачу. А? У него ужасный характер. Он не произвел мне хорошее впечатление при нашей первой встрече. И вскоре я обнаружила, что у него действительно плохой характер. Ну что, ты думаешь о новой домработнице? Она такая же, как и ты. Ага. Не быть таким безумным. Тебя лучше держать в руках во время нашей игры. Даже если она тебе не нравится. Мы достигли соглашения насчет этого. Ты выигрыш, если сможешь жить в гармонии с ней. Но если она уволится в течение недели... Или же... Она узнает, кто-то на самом деле. Говорят, что когда человек находится вдали от дома, он сильно страдает. Мои родители сейчас в раю. Это самый нелепый момент, который я когда-либо испытывала. Вот как это произошло. С сегодняшнего дня ты отвечаешь за всю работу по дому. Можешь приступать прямо сейчас. Я буду в своей комнате. Не смей то заходить. Что ж... Можешь сказать, что конкретное должна делать? Ты сама не можешь догадаться. Неужели я должен тебе все разъяснять? Очень придирчивый человек. В первый день. Даже собака не станет, это есть. Второй день. Не создавай так много шума. Подобные вещи происходили на третий день. На четвертый день и пятый. Так шумно. Так себе. Плохо, 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 плохо. С меня хватит. Что я сделала не так? В итоге... Лин Син Рен. Да. В течение этих нескольких дней ты создала много шума. Из-за этого я едва мог работать. Я уже не жду от тебя какой-либо помощи. Просто не мешай мне работать. Что это? Стой. Что это было? Меня выгнали еще до того, как я начала работать? Что? Я сделала что-нибудь не так? Он хотел горничную, но зачем он вышел на меня из его дома? Алло. Что случилось с Лин Сей? Захуэй. Эй, Лин Сей. О? Значит, ты пришла ко мне сразу после того, как он выгнал тебя? Да. Ты такая идиотка. Ты не должна была молчать, если он ругал тебя. Эй, Чупинг, даже если тебе нужна прислуга, ты не можешь так все вести. Чупинг? Кто это? Кто он? Не важно, просто наниматель. Как его зовут? Чупинг? А? Рассказывает. А о чем ты говоришь? Как это понимать? Успокойся. На самом деле ему не нужна прислуга. Это неудивительно. Кто-то попросил меня найти ему домработницу. И я подумала, что это может оказаться для тебя отличной возможностью. Ведь он такой потрясающий. У него несколько поместив и много денег. Также он любит спорт. Он очень разносторонний. К тому же он известный сценарист. Он сценарист? Да, его работа включает такие произведения «Голод» и «Счастливый геп». Я про них слышала. Я не ожидала, что он будет таким популярным. Да, он такой. Ты случаем не хочешь быть актрисой? Спасибо тебе. Но я думаю, что это будет правильно. Я думаю, что мне не стоит работать на того, кто так яроененавидит людей. Для меня это будет очень проблематично. Думаю, будет лучше, если я уволюсь. Твоя проблема в том, что ты добрая. Сможет ли он понять эту доброту? Кажется, чего-то не хватает. Кофе. В последнее время я стала плохо себя чувствовать. Кровь закончилась. Но я ведь истратила лишь один. Тогда почему? Почему же? Кровь. Все закончилось. Все закончилось. Почему так? Это последний пакет. Нужно будет заказать еще после работы. А? Я пришла, чтобы сказать кое-что. Но потом услышала громкий звук и решила войти. Что? Это же... Кровь. А? Я не могу пошевелиться. Это не сон. Так ты еще живая. А я уже начал думать, как мне избавиться от тела. Как минимум, ты имеешь право знать причину своей смерти. А? А? Анна в порядке? Проснись. Почему меня постоянно бьют по лбу? Тебе нужно быть осторожнее. Ведь ты можешь умереть в любой момент. А? Знаешь, а я ведь должен тебя убить. Ведь ты узнала мою тайну. Зря ты сюда пришла. Ты стратила весь свой запас удачи. А? Как громко. Подожди. Подожди секундочку. Мои уши. Я не должна умереть из-за такой глупой причины. Ты сам виноват, что я все узнала. Я тут ни при чем. Разве ты мог решить проблему без меня? Что бы было, если бы я не пришла? У меня уши болят. Что? Что я должна сделать? Я так громко это выкрикнула. Я не знаю его текущее выражение лица, но я не посмею поднять свою голову, чтобы посмотреть. Мозговой шторм. И есть ли способ избежать последствий? Это так ужасно. Я ничего не могу придумать. А я тут подумала. Тебе ведь необходима кто-то вроде меня. Ты можешь убить меня сразу после того, как тебе будет не нужна моя кровь. Сохрани мою жизнь, пока нуждаешься в моей крови. А? Ничего не случилось бы, если бы было достаточное количество пакетов крови. Сейчас у меня нет ни одного пакета крови. Но если я не убью тебя, то уверена, что ты не раскроешь мой секрет. Я не буду раскрывать твой секрет. Интересно. Но я все же вынужден проверить тебя. Но будет лучше, если мы подпишем контракт. Контракт? По счастливой случайности, у меня есть один бланк в моем кармане. Просто подпиши его. По счастливой случайности? Да, тут видно, что ты был готов к такому повроту событий. Он играет со мной, будто я его игрушка. А? Контракт. Быть абсолютно послушной Чупингу. Быть абсолютно послушной Чупингу. Третья то же самое, четвертая то же самое, пятая то же самое. Что это за чертовщина? Это не имеет значения. Но если ты не подпишешь контракт, я покажу тебе, где находится ад. Такой неравноценный контракт. Ну а просто подписать мое имя? Это тебе решать. И я подписала это. Контракт подписан. Ты говорила, что у тебя нет членов семьи. Итак, ты живешь в арендованном доме? Да. А что? Переезжай сюда. Переезжай в мой дом. Эм... Зачем? Не спрашивай почему. Это приказ. Упокой все свои вещи и переезжай сюда. Моя экстренная еда. Я скучаю по моим родителям в раю. Наступило утро. Рыба, что находится в его руках, это линьси. А? Это не мой дом. Вчера. Это твои коробки. Тут есть пустая комната, можешь воспользоваться ею. Однако она была оккупированная кем-то. Детали обзунем завтра. Сейчас ты должна знать или что. Что ты моя еда? Я была так напугана, что спряталась у себя в комнате и уснула. Доброе утро. Садись, мне нужно кое-что сказать. А что ты хочешь выпить? Кофе или чай? Ах, я бы хотела травяный чай. Хорошо. В чем дело? Почему он такой ласковый сегодня? Разве он не ведет, не учтевый образ жизни? Может быть он болен? Или просто хочет быть милым со мной, а потом разорвет меня на кусочки? Эй, твое лицо само за себя говорит, о чем ты думаешь. Я разблачена. Ты, должно быть, удивилась, почему я так резко стал добр к тебе. Нет причины. Я просто не вижу причину снова перегружать себя работой. Это не из-за того, что я хочу как-то поиздеваться над тобой. Я играю в азартную игру с кое-кем. В соответствии с правилами я выиграю игру. Если я смогу прожить с тобой в гармонии в течение недели. Или ты решишь остаться. Это все было спланировано с самого начала. Нет, нет. И наоборот, я проиграю, если я уволю тебя, или ты узнаешь мою настоящую личность. Но, к несчастью, ты узнала мой секрет, не проработав неделю. Теперь осуждаюсь в разоблачении моей истинной личности. Чертов человек осуждает мое страдание. Это также и меня привело в ярость. Все, что тебе нужно делать, так это создавать вид, что ты все как и раньше. Ты предложишь свою работу в качестве домработницы. А также временами будешь давать мне свою кровь. Не забывай этого. Контракт. Я поместила его на самое видное место, чтобы ты никогда про него не забывала. Ага. План уничтожения контракта. Поджечь. Закопать. Я уничтожива. Я с нетерпением жду твоих конструктивных предложений. Эй, вчера мне стало любопытно насчет одной вещи. Почему ты так невежлив со мной? Ты постоянно показываешь на меня пальцем. И, кстати, сколько тебе лет? Мне девятьсот девятнадцать лет. А, хорошо, прекрасно. Сегодня погода такая хорошая. И живу здесь почти две недели. Каким был невежливым, таким и остался. Прекрати это. Жестикулирует. Займись этим в первую очередь. Но я до сих пор веду счастливую жизнь. Единственная проблема это то, что я еще не получила зарплату. Но я должна быть рада, ведь мне не приходится платить за аренду. Однако я должна отдавать ему свою кровь раз в неделю. Последнее, но не менее важное, это то, что он запрещает мне выходить. Со страхом того, что я могу сбежать. Почему он закрывает меня? Я хочу сбежать. В контракте он уходит каждые три дня, и это нечестно. У меня нет стыдей, куда он уходит. Ты уходишь? Да. Здесь так скучно, так трудно оставаться с ним наедине. Я хочу пойти с тобой. Ни за что. Сказал, как отрезал. Пожалуйста. Хорошо. Приготовься всю ежеминуту. О, да. Вау, как красиво. Она рисована за то, что слишком постыдно. Следуй за мной. Помогите мне. Извини, это магазин одежды. В таком случае разнообразит свой гардероб. Простите. Жилеты, обычные платья, шорты, футболки, ночнушки. Все это в отвратительном состоянии. Я могу одеться сама. Эта одежда очень дорогая. Поэтому я покупаю ее тебе. И не хочу покупать сегодня какую-либо одежду. Не забывай про контракт. Я должна еще что-то примерить. Я оплачиваю счет, так что это ты должна быть более настойчивая, не я. Ты просто не знаешь, сколько я уже примерила. Один ее вид уже меня раздражает. Платье, штаны. Это имеет смысл. Жди здесь. Ну, куда он пошел? Почему он оставил тебя? А? Я друг Дэна. Дэна? Это его первый контракт. Ты линсер? Не так ли? Я много слышала о тебе от Зэхойго. Зэхой... Он выглядит знакомо. Ну, кто он? Кстати. Кажется, что он часто издевается над тобой. По факту у него есть слабость. Когда ты о ней узнаешь, тебе больше не придется так страдать. Слабость? Ты должна стать более красивой. Я думала, что Чупин был самым тратительным человеком в мире. Этот человек еще ужасней. Ты такая уродина. Но ты не совсем права. Мы просто дополняем разнообразные стандарты. Эй. Почему ты здесь? Где будешь ты, там буду и я. Я шучу. Это простое совпадение. Уходи. Ты привлекаешь много народу. Я уйду сам. Похоже, ты хорошо поживаешь. Это здорово. Он смотрит на него, как начали на семьи. Я не уверена, но мне кажется, что я его знаю. У такого невежливого человека должно быть хорошее впечатление обо мне. Ты не сказал ей свое настоящее имя, не так ли? Что? А? Настоящее имя? Да. Чупинг — это его псевдоним? Это не настоящее имя. Можешь потом спросить его о настоящем. Псевдоним. Это означает, что имя, которое ты написал в контракте, не настоящее. Чуть Кондратья не схватил. Ох, ёх. Увидимся. Эй, она такая патентическая. Так мне следует помочь ей. Эммм. А? Черт. Этиан Ли, 25 лет. 183 см. 67 кг. С его привлекательной внешностью и великолепным актерским мастерством он пользуется наибольшей популярностью среди девочек. Все фильмы, в которых он играл роль, хорошо продаются. Его самая известная работа — это его дебютный фильм. Тишина. Фильм рассказывает антическую историю, где героиня умирает от геморритического шока. Но из-за большого количества работы главный герой не смог с ней попрощаться. Сцена, где герой молча плачет, потому что не увидел героиню в последний раз. Это оставило глубокое впечатление у зрителей. Няня? Ох, нет. Ты не можешь позаботиться о себе в то время, когда ты слишком занят. Если ты настаиваешь на этом, то мне придется тебя разочаровать. Я предпочитаю молоденьких. Но ты будешь действовать по моей интуиции. После таких слов в мою сторону человек обычно умирает. Ты должен быть благодарен, что еще жив. И вообще не хочу видеть незнакомца рядом с собой. Он в чем-то прав. Но по сравнению с этими няньками... Кто еще жив? Это не имеет значения, если моя настоящая личность не раскрыта. Если она случайно узнает, то ее кровь будет налито в кровавые пакеты. Это хорошая идея. Я знаю, тебе не нравится это, но я не буду делать уступки в этот раз. Так, ты будешь делать ставку на это? Ну, это твой псевдоним. Мы должны изменить контракт. Ты согласен? Изображенная ситуация. Сейчас это Рама и этот отрывок бумаги. Бесполезен, верно? Это... Как она начала свою диктатуру? Контракт. Часы, зарплаты и обслуживание указаны. Какая высокая зарплата? Вот и все. Теперь ты вот здесь. Напиши свое имя. Дан... Дантес. Почему он... Почему он внезапно покраснел? На этом все. Возвращайся в свою комнату. Хорошо. Пойду, только не толкай меня. Сначала покраснел без причины. А потом... Неужели это значит, что я наконец-то победила? Я победила, я победила. Да-да, я победила. Она много прыгала и быстро устала. Он должен быть виноват в моей странной слабости. Контрактная власть. Это так эффектно. Энергетическая ценность Дантеса. Дантес. Низкий уровень на 100 части. Выносливость 2. Непривлекательный характер. В заключении, он думает, что он умный. Физическая сила 5. В тупике. Жажда. Она еще не спит. Дверь все еще открыта. Хм. Но ты не совсем права. Его ценка красоты основана на мгновение его образа. Даже если это только один раз. Уже три дня прошло. Его дверь до сих пор закрыта. Он редко выходит из своей комнаты. Даже когда он выходил из комнаты. Прямо как замороженный. Вместо этого хранятся полотенца. Почему ты ставишь свою кружку именно туда? И что ты там протираешь? Он постоянно делал что-то странное. Может у тебя лихорадка? Кто ты? Задачен. Несколько дней спустя. Ты будешь отказываться от контракта. А? Что? Он чем-то недоволен. Почему сейчас? Черт, он в порядке? Вихре замешательства. Теперь тебе не надо быть донором. Ах, так. Конечно. Я не отпущу тебя. Так что сильно не радуйся. Я хочу, чтобы ты кое-что сделала. И что же это? А? Из сегодняшнего дня ты больше не мой донор. Вместо этого... Мой вампир по контракту. Ты должна будешь быть актрисой. Я могу быть... Актрисой? Пожалуйста, отнесись к моей мечте. Серьезно. Что? Я не знаю, как ты узнал об этом. Но я... Посчитала бы, что ты сказал это всерьез. Не шути надо мной. Я серьезно. Даже так. Не мучай меня этим. Ведь потом ты разочаруешь меня. Я не сказал, что буду пытать тебя. Так что ты имеешь в виду? Я был очарован тобой. А? Несколько дней назад я был счастлива смотреть на тебя, пока ты играла свою актерскую игру. Поэтому я и предложил тебе эту идею. Он видел, как я играла. Минуточку, по сравнению с этим... Я не понимаю этого. Я слишком хорошо знаю, что я еще далеко не квалифицирована, чтобы быть актрисой. Я отрегулирую это. Я сказала ты еще в самом начале, что я тебя бучу. Просто прими эту возможность, чтобы узнать, что требуется для того, чтобы стать актрисой. Я заметила еще в тот день, что у тебя большой талант. Правда? Да. Неудивительно. У меня всегда было чувство, что он хорош в соблазнении. Он замечает, что она думает о чем-то странном. Я голоден. Чего быть тебе хотелось из еды? Коровье. Что? Это было совсем недавно. Когда ты в последний раз ее принимал? Я в последний раз принимал ее три недели назад. Хотя это и правда было довольно давно. Я уже на пределе. Тебе кровь нужно употреблять так же часто, как и мне жареную курочку. Я пойду принесу тебе крыш в шприце. Хорошо? Ладно. У меня появилась идея. Мисс Рен. Мисс Рен? А? Сегодня. Я хочу поваловать себя с помощью ваших водных глаз и почувствовать температуру вашего тела. Температура моего тела вернется в норму после того, как я выпью чьи-либо крови. О боже, это так неловко. Аааа! Я сейчас оглохну. Будь потише. Просто дай мне выпить немного крови. Поторопись. Я вообще-то голоден. Я никогда не думала, что стану одинокой. Так рано. Моя мама была известной актрисой, а мой папа был самым обычным, но джентльменом. Я не ожидала, что потеряю их так внезапно. Как твой дядя, я позабочусь о тебе. Нет, позволь мне позаботиться о ней. Я присмотрю за ней. Ложь, деньги, обман, достоинства. Почему ты плачешь? Ты правда хочешь помочь мне? У меня нет никакого достоинства. У меня ничего не осталось от моих родителей. Ты не против всего этого? Я не против. Почему ты снова плачешь? Двадцать минут спустя. Наконец она успокоилась. Кстати, как ты мог сказать что-то настолько отвратительное? Настолько отвратительное? Как ты мог сказать, я была очарована тобой? Я часто такое говорю. Что, простите? Я использовала то, чтобы сказать что-то наподобие. Это было около двести-триста лет назад, когда... Около двести-триста лет назад? Мне девятьсот девятнадцать лет. А? Здесь происходит что-то странное. Говорил, что хотел обучить меня. Я научу тебя. Хотя для меня не было уж такой большой неожиданностью. Но... Я не была готова к такому повороту событий. Мы раньше встречались с ней, так ли? Да, мы уже встречались. Если бы ты был мной, ты мог бы жить с ней в полном гармонии. Ладно. Что ж, нужно ли тебе дать немного личного пространства? И вы в то же время сможете продолжить делать то, что делали? Кстати, ты великолепна. Не стоит тебе этого делать. Я просто дам тебе несколько строк, а ты в то же время попытайся воспроизвести их. Ладно, хватит нам дурачиться. Давай перейдем прямо к делу. На первый раз я дам тебе небольшой простенький текст. Я не ожидала от тебя такого. Как это могло произойти? Я предвидела это. Ох, он так сильно препятствует мне. Ты новичок, так что не получишь систематического изучения, произведения и контроль дыхания. Но похоже, у неё всё-таки есть небольшой талант к этому. В ней есть что-то манящее, как будто волшебство. Ты когда-либо жила с каким-нибудь актёром или актрисой? Да. Моя мама раньше была актрисой, и её звали Венчесу. Венчесу. Ты знаешь мою маму? Конечно. Она была очень известна. И она оказала мне услугу. Она была как мой благодетель, и я восхищался ею. Я рад, что могу отплатить ей, даже если это совпадение. Я тоже. После смерти моих родителей я наткнулась на той фильм, когда я была одна и ничего не могла сделать. Фильм принёс мне облегчение, и я смогла держаться за свою мечту. Обычно это трудно сказать, но ты ставишь это естественным образом. Хоть ты и покраснела. Ты не произвёл на меня хорошее впечатление, поэтому я не решилась признаться. Но если я не скажу сейчас, когда у меня появится возможность сделать это, возможно, второго шанса у меня больше никогда не будет. Я просто откровенна сама собой. Неужели? Это действительно судьба для нас, встретиться друг с другом. В таком случае я буду стараться изо всех сил. Я с нетерпением жду ваших наставлений. Ну, как дела? Я нашла хорошую тему и легко выполнила задание. Она даже рассказала о своей семье. Я думаю, мы сможем поладить. Неужели с её личностью всё в порядке? Тебе не стоит беспокоиться о ней. Я помогу ей. Так, хватит об этом говорить. Ты истекал кровью, не так ли? Ты собираешься умереть? Ты умираешь? Даже если я не знаю, когда закончится моя жизнь. Я точно знаю, что я не умру раньше, чем ты. Просто в последнее время я себя странно чувствую. Кажется, пришло время увидеться с Анной. Решено, я приведу её сюда. Кстати, я хочу отправиться в путешествие вместе с ней. Ты не против? Почему ты мне об этом спрашиваешь? Ты ведь сам вызвался помочь ей. Но ведь сейчас ты её опекун. Я. Ты ведь не был заинтересован в людях. Очень долгое время, не так ли? Всё, кроме меня, тебе казались чужими. Просто подумай об этом. Увидимся. У меня ещё есть дела. В следующий раз я принесу тебе кое-что, что тебе точно понравится. Это то, чего ты давно не пробовал. Как идут дела? Это очень сложно. И я не могу всё это выучить в короткое время. Я всё равно очень счастлива. Это хорошо. Он никогда не был эмоциональным. И даже если он и улыбался, его улыбка всегда была такой холодной. Между нами всегда стояла невидимая преграда. Это хорошо. Но эта улыбка... Неужели стены между нами? Наконец-то разрушилась. Что ж, забудь. Ты боишься того, что у тебя может что-то не получиться? Не волнуйся, я попросил Сюэ помочь тебе. Сюэ? Сюэ – неофициальное имя Чена. А разве его зовут Нипин? Я не говорил тебе об этом. Тян Ли – это его станическое имя. А Сюэ Пин Чен – это его настоящее имя. А имя Сюэ – это его псевдоним. Всё так сложно. Что это за фигня? Все, что тебе нужно делать, так это сосредоточиться на изучении роли. Но это не так уж легко. После того, как я услышала все эти странные вещи, я не знаю, как уместить это всё в моей голове. Я друг Дэна. Дэн? Не называй меня Дэном. Почему? Ты впервые, когда увидела у него такое выражение лица? Нет причины. Я не ожидала, что он может быть таким. Но мне интересно, почему у него нет причин. Почему тебя это так интересует? Нет причин. Нет причин? Я не должен тебе об этом говорить. Тогда я буду звать тебя Дэн. Причина не в том, что… А? Имя Дантес. Было моим именем в старшей школе. Это не похоже на то, что может принадлежать современному человеку. Он такой милый. Он так отличается от того, кем был раньше. Дантес хочет встретиться с тобой. Фух. Я не ожидал. Встретиться с её дочерью. Таким образом. А на этом всё. Я ни в коем случае не забрасываю данный тайтл. Просто пока на него нет перевода на русский язык. Как только он появится, я сразу же озвучу его для вас. А пока всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться и включать колокольчик, дабы не пропустить уведомления о новых роликах. Также в описании вы можете найти ссылку на переводчиков и на мой второй и третий канал, на котором тоже выходят замечательные манги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!